Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по республике Саха-Якутия Максим Савин. Максим Нитрич, здравствуйте! Не так давно президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает действия программы материнского капитала. Какие изменения уже вступили в силу в 2018 году? Добрый день! В 2018 году у нас новшество появилось в материнском капитале. Это продление программы данной. Уже два раза продлили. Первое было в 2017 году. Продлили до конца 2018 года. Теперь до конца 2021 года продлили. И второе нововведение – это у нас ежемесячные выплаты будут осуществляться. Семьям, которые нуждаются в этой выплате, то есть у которых родился второй ребенок с 2018 года. И у нас сняли ограничения для предоставления материнского капитала в случае, если ребенок, то есть семья хочет направить средства на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования, только детские сады. Ну вот, наверное, по крайней мере, по моему мнению, больше вопросов сейчас, конечно, вызывают ежемесячные выплаты из материнского капитала. Насколько известно, сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России, все его отделения должны осуществлять прием документов. Вот какие должны быть документы? Начался ли у нас прием документов уже в нашем городе, в республике? Так, прием документов уже мы принимаем заявление, да, те лица, у которых семья, у которых родился ребенок, второй ребенок, да, начиная с 1 января 2018 года, могут уже обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить вот ежемесячную выплату, да, назначить. То есть, не всем семьям вот эта выплата предназначена, да, а тем, которым нуждается, здесь ключевое слово нуждается, да, потому что мы смотрим доход семьи, если этот доход ниже прожиточного минимума, да, величинного прожиточного минимума, мы предоставляем вот такую выплату. Существуют какие-то определенные формулы, либо куда-то можно обратиться для того, чтобы почитать свой доход? Да, на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации» есть калькулятор, где каждый человек может зайти и рассчитать свой доход. То есть, пример привожу, мама получила в 2017 году за 12 месяцев, допустим, да, 330 тысяч рублей, это из-за расчета 27 тысяч рублей в месяц, да, 27 с половиной, да. Также папа получает зарплату 40 тысяч ежемесячно, да, в совокупности годовой у него будет 480 тысяч рублей и, соответственно, общий доход семьи составляет 810 тысяч рублей, да. Мы делим эту сумму на 12 месяцев, потом мы делим эту сумму на 4 человека, у семьи минимум будет 4 человека, да, которые будут подходить к заявлениям Пенсионного фонда, да, на второго ребенка, то есть первый ребенок, второй ребенок, мама, папа. То есть мы делим на 4 части эту сумму, и это, если вот эта сумма, которая получается у нас ниже прожиточного минимума, да, установлена на субъекте Российской Федерации в Республике Сахай-Якутия, да, в данном моменте, тогда эта семья претендует на эту выплату. Но на сегодняшний день уже кто-то в Республике у нас обратился? Нет, на сегодняшний день нет. Наверное, сейчас только родились дети, да, потом они должны оформить свидетельство о рождении, да. А вот какие, кстати, документы, да, потребуются? Свидетельство о рождении ребенка, да, документы мамы, свидетельство о браке, так, реквизиты банковские, да, куда мы будем перечислять. Также документы, подтверждающие получение дохода семей, то есть план ДФЛ, там премии, да, выплаты, элементы включаются в доходы. В доходы не включаются доходы, полученные от аренды имущества и доходы, которые предназначены вот этим семьям, государством, да, федеральным, от федерального бюджета, если им предоставили денежные средства, да, единовременная помощь, в случае там наводнения, да, чрезвычайных ситуаций. Вот эти выплаты в доход не включаются. Максим Дмитриевич, ну вот хотелось бы еще поинтересоваться, а сколько будет составлять ежемесячная выплата? То есть от какой суммы, о какой сумме вообще идет речь вот в помощи семьи в месяц? Ну, этот вопрос сейчас уточняется у нас, да, потому что у нас в субъекте в Республике Сахар-Якутия есть две зоны. Первая зона и вторая зона. И по становлению правительства в сентябре месяце, да, утверждено, да, по становлению правительства, то есть утверждена вот величина прожиточного минимума, в целом по республике она составляет 17,23. Но по зонам у них разные суммы. Поэтому сейчас мы этот вопрос уточняем и после этого уже там конкретная сумма у нас появится. Вот если говорить в целом о материнском капитале, по итогам 2017 года, сколько человек, семей, матерей получили сертификат? У нас по итогам 2017 года получили 75 тысяч матерей, да, семей, у которых родился второй или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года, да, получили вот такие семьи, 75 тысяч. То есть таких семей получили вот эти сертификаты. Ну какие сейчас существуют основания для того, чтобы получить материнский капитал, помимо вот этих нововведений уже? У семьи должен родиться второй ребенок, да, начиная с 1 января 2007 года или усыновленный, да, или последующий, не только второй ребенок, а может и третий, четвертый, пятый ребенок, да. А также данные лица не должны быть ограничены в родительских правах, не обещаны в родительских правах, да, не совершали преступления. Да, они все претендуют на получение вот этого данного сертификата на материнский капитал. После получения вот этого сертификата, да, они могут использовать у нас по нескольким направлениям, да, которые установлены нашим законодательством. Эти направления у нас улучшение жилищных условий, да, если виды, да, обозначить. Это улучшение жилищных условий на получение образования ребенка, на увеличение пенсии матери, на оплату услуг, предназначенных для адаптации ребенка-инвалида. И вот новая у нас появилась, да, ежемесячная выплата. Есть временные, то есть ограничения по срокам использования сертификатеринского капитала, да. С чем они связаны? Это, ну, закон устанавливает, мы исполняем. То есть законом установлено то, что средства можно использовать независимо от возраста ребенка для погашения кредита, для уплаты первоначального взноса, для вот направления средств на оплату услуг, предназначенных для адаптации ребенка-инвалида. И вот новое 2018 года будет работать у нас, да, вот, мы будем направлять средства материнского капитала на оплату платных образовательных услуг до школьного образования. То есть детские сады мы будем оплачивать уже независимо от возраста ребенка. Ну, что говорит статистика 2017 года, то есть какие направления наиболее активно используют наши граждане? На что тратят? Наиболее актуальное направление у нас улучшение жилищных условий, да, у нас 42 тысячи, больше 42 тысячи граждан направили средства на улучшение жилищных условий, да. Это на погашение кредита и на оплату, например, на приобретение жилья, да, на оплату договора долевого участия, на оплату строительства. Можно направить средства на компенсацию затрат построенного индивидуально жилого дома, да. Либо если человек, семья хочет построить сами, да, самостоятельно, тогда мы можем тоже направить на их счет средства материнского капитала. Вот там есть ограничения по возрасту ребенка, да, то есть с рождением, которое возникло право, должен быть, то есть возраст трех лет, то есть исполнилось три года, да. А в остальных вот на погашение кредита, если этот кредит был взят на приобретение, либо на строительство жилья, потребительский кредит мы не закрываем, да, за счет средств материнского капитала, а именно те кредиты, которые были предоставлены, то есть получили для приобретения жилья, либо для строительства жилья. Вот эти кредиты мы покрываем за счет средств материнского капитала, да, либо на уплату первоначального взноса. Это тоже было в 15-м году мы начали, тоже независимо от возраста ребенка, мы направляем средства на уплату первоначального взноса. И вот на образование ребенка у нас, да, на введение, то, что независимо от возраста ребенка, теперь мы будем направлять на дошкольное образование, да, а также мы будем, там сняты критерии образовательной организации, то есть на счета индивидуального предпринимателя теперь мы можем направить. Раньше мы на частные детские сады не направляли. Только на счета организации направляли, а сейчас мы теперь, да, с 18-го года мы можем направить средства материнского капитала на уплату от частных детских садов для счетов и недостаточно. Хорошо. А вот из года в год количество получателей сертификатов увеличивается, сокращается или остается неизменным? Стабильно. Стабильно, да. Да, по 5 тысяч, где-то 6 тысяч, да. Ну, в 17-м году у нас 4 тысячи 900 с чем, когда мы здесь получили, в 16-м у нас 7 тысяч там было. Есть значение, но в целом по республике, начиная с 7-го года у нас стабильно все идет, рождаемость. Ну, размер сертификата остается пока неизменным. Неизменным это 453 тысячи 26 рублей. Когда, возможно ли, произойдет индексация и когда она в последний раз была? То есть, от чего ожидать в дальнейшем вообще? Ну, вот эта сумма была установлена в 15-м году, да, и с этой даты пока мы не увеличили. То есть, не индексированы, да, проиндексированы эти средства материнского капитала. На данный момент, в настоящее время, закона об увеличении, об индексации данной суммы нет. Максим Ильич, ну, если очень коротко поговорить о незаконных способах обналичивания, что происходит вообще, процедура какова? То есть, зафиксированы ли случаи в нашей республике? В прошлом году, да, мы зафиксировали один случай, когда вот незаконно хотели использовать средства материнского капитала. Вовремя выявили и направили все материалы в правоохранительный орган. Сейчас занимаются правоохранительные органы. То есть, всеми случаями занимаются? Да, следует отметить, что средства материнского капитала – это средства федерального бюджета, да, предусмотрены. И поэтому контроль за ними очень строгий. Ну, а как обезопасить себе, кстати, вот возможных схем мошенничества? Не надо вступать в никакие вот сомнительные сделки, да, либо есть, ну, надо спрашивать, наверное, да, проконсультироваться сперва. Вот такие есть предприятия, можем ли направить средства вот на оплату вот таких договоров, да. В пенсионном фонде от всех, то есть, есть номера, да, телефонные, куда нужно позвонить, горячей линии имеется. Можете позвонить и уточнить уже. Максим Данилович, большое спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был заместитель начальника отдела социальных выплат отделения пенсионного фонда.